Фотография ниже. Продолжим разговор чуть позже. Про лес, про округу. Сейчас я все-таки добью это самое. Когда я увидел, а я никогда сюда не заходил, РГАУ МСХА имени Тимирянина, увидел свою родную фотографию, как же они свою-то не могли сделать? Непонятно. То есть направится момент, что своих-то у них нет. А так как это филиал находится в другом областном городе, значит, тем проще купить где-то там до рубежа. Скорее всего. Или может все-таки у них есть сад. Только не плодоносит, тогда какой смысл питомника, если себе вырастить не могут, десяток плодов на фотографии. Вот. Я тогда копнул глубже. Они же там же. Вот же, смотрите, вот это вот. Прочли? Я же ничего не выдумал. Смотрите сюда. Они же. Они учат нас убогих. Так. Написано много хороших книг, как все это правильно существует. Вот единственный случай, вот в мировой практике, ну, наверное, в Гитлерову книгу или там этого самого Десада, книги надо бы сжечь сразу. Это подлость такая, что это когда они находятся в центральной библиотеке. Это подлость. Вот. И вот эти божечки, которые они говорят. Много хороших книг. Все до единого. Они осуществляют выезды. Знаете, для чего? Калужскую, Московскую, Тульско-Брянскую. Стоимость работы. Резать. Внимание. Читайте. Питомник, растение. Вот оно. Имени Тимирязева. Вот. А работники Тимирязева за Москву выезжают. Это не шутки. Смотрите. Сколько они нашли лишних веток. Принципиально. Не просто шесть веток, а девять веток. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И когда вы пригласите свой сад, который кажется загущенный. Кстати, они нарисовали нормальное дерево. Они приедут и будут его уродовать. А так как приедут за сотни километров, все раз, Брянская, это не шутки, Московская, Брянская, Калужская, это не шутки, они приедут и будут ваши деревья калечить. А вы им за это платить будете. Вот. Сейчас я скажу, а, вы представляете, я сейчас не могу это комментировать, потому что иначе у меня точно не доживут до конца вебинара. Вот. Вы представляете, что они делают? Вот. Обрезка плодовых деревьев осенью. Ну, что должно последовать от меня дальше, в скобках? Полный набор идиоматических выражений. Что такое идиоматические? С вас много как раз знает, что такое мат. Осенью, зимой, что они творят? Им лишь бы заработать. Вот это там. Вот. Понимаете? Что они творят? Это немыслимо. Ну. Прайс за услугу, за уничтожение деревьев. Вот. Ну, и что? А это продолжение. Ну, что вы видите? Ну. Искореченные деревья вы видите. Посадку вы видите. Ну. Дерн уничтожен, видите? Для меня дернуто святое. Он и тут-то уничтожен. Просто он успел это. Это самое. Дерево на северное. Дерево на севере, оно должно иметь вот такой цвет. Оно впитывает. Вы знаете, помните, как я говорил? Южный склон или западный склон. Вы как бы переезжаете на 200-500 километров на юг. Ну, в зависимости от этого. Помните? Теперь я обратно скажу. Покрасили дерево. Заметьте, это не побелка. Побелка намахом смывается. Почему жалуются? Весной, когда береж гашеные взвести. Вот только наступили теплые дни. А уже поздно. Да и дожди почти смыло. А с осени опять поздно. К весне от побелки остается. Хрязное, что. Вот. Мне хорошо кто-то написал на днях. Да я щиты поставлю. Ну, если у человека вот такой же садик. Там раз, два, три, четыре, пять, шесть, да. Пусть десять, двадцать. Он говорит, я щиты поставлю. Я говорю, хорошо. Поставьте, только закрепите, чтобы их ворога на ветер не сбил. Все-таки парусность большая. Но главное-то, если вы, специалисты, знали бы, что, когда дерево не может питывать тепло, а другие-то вы еще молодцы. Другие на вытянутую руку вот до сюда. То есть, вы же его переносите. Куда? Или как бурого медведя в Арктику. Он же там сдохнет. Вы же их на север толкаете, как бы, образно говоря. Они переезжают на север. Не принимают солнечные лучи. Но я хоть один-то вступлю за них. Меня же поздравили, как День защитника Отечества. Я за вас должен заступаться. Вам это в голову не пришло. Оболожающая обрезка. Согласен. Санитарная обрезка. Но только не, как это самое. Ой, еще потом покажу, сколько этих. Умудряются осенью и зимой делать. Формирующая обрезка. Избавив Божие. Ладно. Много говорил. А потом, глядя на вас, это просто, знаете, это. Ну, мне как бог посылает. Вот куда ни ткнусь, и все, вот, прям, как дерьмо это вижу. Ну, это что? Это плодовое дерево. Че, с ума сошли? Долго эта палка будет удерживать? Она отгнивает за год, это. И держится за дерево. Первый же ураганный ветер его снесет только так. То это самое. Че вы думали? Ну, для примера, это... Я потом еще вернусь к той теме, посадка в лесу. Просто, простите, фотографии так подбирались. Вот. Это тот самый остров. Вот так я формировал. Вот. Вот это мой красный хутор. Вот так я формировал. В скобках. Или как, шепотом. Не формировал я. Вот. А вот это сосед. Я ему привил. Он, это... Почему я здесь позирую это самое? Потому что мне так было жалко. Это было единственное дерево этого самого. Господи. Осенняя радость. Какие плоды. Ой, мамочки мои. Какое чудо. Не зря радостью назвали. Ну, и что он сделал? Приехал родственник. Я опять. Я уже не могу. Ну, простите меня, иначе инфаркт хватит. Потому что этого дерева нет на свете. И ни одной яблони не осталось тут. Я ему 25 прививок сделал. Я ему этих... Только яблок 10 саженцев подарил. Все заплодоносило. Все было прекрасно. Приезжается. У меня есть фотографии, как он резал. У меня есть... Подтвердят эти... Как они называются? Семинаристы. На их глазах он резал. Вот. Телевидение приехало. Я показывал, когда его не было. Что вот видите? Это дерево живет последний год. Это дерево живет последний год. Тоже подтвердят. Телевидение это родное. Сайногорское. Меня все знают, помнят. И вот это последнее. И что было? Ужас какой-то. Он мне... Когда я сказал, остановись, Алексей. Он мне сказал, вот так. Это войдет когда-то в учебники. Пример дичайшей глупости. Константинович, ты ничего не понимаешь, садоводство. Цитирую дословно. Чем больше режет дерево, тем выше вырожай. Вот. Научили, ребята? Вот эти вот. Вот это вот. Научили? Теперь у человека вообще сада нет. Я просто это... Хотел по-доброму говорить. Не получилось. Ну, это ладно, это все сожгли. Но это я уже виноват. В аренду сдал. Трава вот так сейчас сгорела. И все сгорело, к чертой мать. Вот. Ну, здесь, конечно, я кашу. Я, помощник или я кашу. Ну, коса современная. Она прям буквально сдирает все. Траву прям до этого, да. Ну, дер-то остается сам дер. Дернина. А уже тут чуть ли не черная земля получается. Ну, и трава остается на месте навсегда. И мой сад за 30 с лишним лет не потерял. То, что называется плодовитость, или как его называют. Ну, качество почвы. Я начинаю забывать некоторые слова. Плодородие, скажем так. Вот. А вот это я тоже вынужден сказать. Вот. И они стали, соседи. Оно росло себе, никому не мешало. Они не стали его, это... Он не успел, этот, гость их не гость, а родственник. Это вот соседи, вот этот кирпичный дом. Вот. Все рядом. Они проще сделали. Ко мне приезжает Курдилов. Ему надо показать было полукультурки, хранитки, это же этот самый, кослярский пипенчик. Кусок взрослого крупного яблока культурного. Вот. Накануне спилили. Они думали, вот эти вот, все, что железо им насадил и привил, это на века. Оруда. Как он их резал, как он их резал. Несколько дней резал.